Алмазы. Несмотря на то, что алмазы считаются самыми твердыми и стойкими камнями в мире, они достаточно легко горят. Скажем больше, сжечь бриллиант легче, чем его золотую или платиновую оправу. На воздухе алмаз горает при 850-1000 градусов по Цельсию, а в струе чистого кислорода горит слабо голубым пламенем при 720-800 градусов по Цельсию, полностью превращаясь в конечном счете в углекислый газ. При нагреве до 2-3 тысяч градусов по Цельсию без доступа воздуха, алмаз переходит в графит. Страусы. Если вы когда-нибудь услышите, что страусы, почуяв опасность, прячут голову в песок, не верьте. Эта легенда берет начало еще со времен Римской империи, когда считалось, что страусы прячутся от опасности не где-нибудь, а в песке. С тех пор и пошло это выражение, которое прицепилось к бедным птицам, выставляя их глупыми. На самом же деле, при опасности страусы делают то, что на их месте сделал бы любой, чьи конечности могут развивать скорость, до 70 км в час. Убегают. Виляние хвостом. Многие люди уверены, что если собака виляет хвостом, это традиционно считается выражением радости. Но на самом деле все не так просто. В ходе недавнего исследования было обнаружено, что махи хвостом вправо означают энтузиазм, например, при встрече с хозяином или дружественной собакой. Махи влево свидетельствуют о беспокойстве, часто указывают на наличие угрозы. А если у собаки хвост поднят вверх, это означает, что питомец явно недоволен вашей позицией или другого четвероногого друга. Ну вот, надеемся, теперь вы сможете лучше понимать своего друга. Всем привет! Что ни говори, а дети очень загадочные существа, которые делают целую кучу вещей непонятны взрослым. Ну, например, сосут пальцы, разрисовывают обои и отказываются ложиться спать без какой-нибудь совершенно недетской игрушки вроде сломанной отцовской дрели. В большинстве случаев родители уделяют всем этим странностям довольно много внимания, но иногда по-настоящему важные вещи остаются незамеченными. Например, многие игнорируют позу лягушку. Если вы сейчас вообще ничего не поняли, то не переживайте, мы все объясним. Итак, в сегодняшнем видео мы расскажем вам о том, чем опасна поза лягушки и почему ее лучше избегать. Поехали! Для начала разберемся, что же это за позы. Поза лягушки довольно популярны у детей и положение тела, при котором они сидят на плоской поверхности, например, на полу, подогнув ноги так, что коленки оказываются впереди, ступни позади, а колени вдоль бедер. Все еще непонятны? Ну, выглядит это примерно вот так. Если вы срочно решили проверить, насколько такое странное положение тела может быть удобным, то, скорее всего, уже готовитесь писать недовольные комментарии. Да, мы знаем, для взрослого человека такая поза может быть не только недостаточно удобной, но и попросту ужасно непонятно.